Привет! И сегодня я расскажу, как я красила стены и потолок. Но перед этим я хочу передать привет видеоблогеру и маляру Роме Богачеву. Именно он проконсультировал меня по данному вопросу. А еще в этот понедельник он пополнил рейтинг настоящих мужчин. Этот рейтинг вы можете посмотреть у меня в группе ВКонтакте. Перейдем к покраске. Поехали! Запомни, покраска всегда делается сверху вниз. То есть сначала потолок, а потом стена. Я закрыла стены малярным скотчем. Пол я решила не закрывать, ведь у меня всегда с собой влажная тряпочка. А шпаклеванные шкуренные стены я грунтую. Лучше, чтобы грунт и краска были одной марки. Лучше, но не принципиально. Если помещение как у меня, то лучше использую фасадную краску. Она водостойкая. Перед открытием краску надо взболтать, а после открытия еще и перемешать. Моя краска есть российского производства, а есть европейского. Я патриот, но взяла европейского. Она лучше будет. Далее нужен пакет, чтобы натянуть его на ванночку. Ну, так она не испачкается. Валик перед покраской надо ощипать или помыть в воде, чтобы все лишние ниточки отвалились. Иначе все эти ворсинки будут на стенах в краске. Валиком мне не достать до углов и примыканий, поэтому сначала я крашу кисточкой. В идеале бы взять маленький валик. Валиком крашу как при шпаклевании с секциями. В первом слое моя задача хорошо покрасить поверхность. Направление в этом случае вообще не важно. Важный момент. У валика есть две стороны. В одном направлении он становится гладким и дает небольшую шагрень. А во втором направлении он взлохмачивается, создавая крупную шагрень. Но это как волосы на голове. В одну сторону не приглаживаются, а в другую взлохмачиваются. Неприятные ощущения. Старайся подойти к краям окрашенным кисточкой как можно ближе, чтобы шагрень от валика перекрывала разводы от кисти. Нанеся первый слой, надо подождать, чтобы краска высохла. Не торопись красить на второй слой, а то не вставшая краска первого слоя может кусками намотаться на валик и будет красочный ролл. Я красила на второй слой на следующий день, поэтому, чтобы не мыть валик, я взяла пакет и убрала валик в него, хорошенько замотав еще скотчем. Валик может так несколько дней пролежать и не высохнуть. Также стоит отметить, что краска проявляет все косяки шпаклевки. Не думая, будто ей можно что-то закрасить. Поэтому после первого слоя есть шанс еще что-то поправить. А также перед вторым слоем пройтись и убрать нитки от валика с краски или песчинки, если такие и есть. У меня лично два ведра краски одного цвета, но в результате они могут дать разные цвета на стене, поэтому по возможности лучше смешать их в одно ведро. Вот так. На следующий день можно красить стены. Теперь скотч клею на потолок и те места, которые не хочу испачкать. Ну, например, это плинтус из плитки или дверной косяк. После того, как поверхность покрашена, скотч должен быть снят не более чем через сутки. Иначе снимешь его с краской. Потом я повторяю, все точно то же самое, как и с потолком. Фонарь уже мне пришлось красить в три слоя, так как она, к сожалению, не белого цвета, а на шпаклевку краска легла идеально за два слоя. Второй же слой уже лучше красить в одном направлении. В некоторых местах приходится проходить кистью. Чтобы рельеф не отличался, делай кистью вот так. Тогда шагрень краски станет похожа на рельеф от валика. Наконец-то я покрасила стены и потолок! Начинаю ощущать приближение конца ремонта. Приятное ощущение! Сколько же сил было потрачено на это помещение! Оно такое небольшое! Далее же мне предстоит затерка швов, монтаж плинтусов, наличников. Также буду делать монтаж электрики по наружке от этого щитка. Далее будет установка котла и котельного оборудования, разводка отопления и установка радиаторов. Много всего интересного! А как ты относишься к девушкам-сантехникам и электрикам? Видел ли таких? Пиши в комментариях! А если ты таких не видел, то мне придется снова тебя удивлять! Подписывайся на канал, ставь лайк, если тебе понравилось это видео, и выключай его, если не понравилось. Заходи в группу ВКонтакте, там много всего интересного. Пиши в личные сообщения. До новых встреч! Люблю вас! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok